В рабочей поездке главу муниципалитета сопровождали депутаты, представители отдела образования, сотрудники застройщика микрорайона и обслуживающих компаний. Первая остановка недалеко от новой школы, открывшейся в микрорайоне Восточная Бутова. Уже сколько лет с транспортом никак не решается вопрос. Что конкретно? 65 рублей социальные карты наши не срабатывали. Тендеры разыгрываются накануне следующего года. Мы изначально когда проговаривали и с общественностью встречались, здесь тоже говорили о том, что наши заявки ушли, они будут учитываться только лишь на следующий год. Здесь Валерий Венцель встретился с неравнодушными гражданами. Спектр обсуждаемых вопросов был весьма широк. От деятельности управляющей компании до нестабильной работы сотовой связи. Решение ряда проблем глава муниципалитета взял под личный контроль. Старались осветить многие вопросы и я думаю, что результат будет. Все-таки мне кажется, что массовость жителей, она все-таки сыграет свое дело. Мы все вместе и мы сила. Сами встречи с главой, они, конечно, являются таким очень мотивирующим фактором и надежда именно на это. Один из жителей привлек внимание Валерия Венцеля состоянием площадки для скейтбординга. Оборудование на ней не соответствует нормам безопасности. Было решено провести собрание жителей и принять совместное решение, стоит ли на этом месте возводить другой спортивный объект. Оно не предназначено для каких-либо спортивных. Если упадешь, то все. Да, то есть это только бетон, либо гладкий ровный асфальт. Нет, ну, ребят, здесь ставится площадка для воркаута. Далее глава муниципалитета проинспектировал ход строительства детского сада на 140 мест. Срок сдачи этого объекта – конец 2019 года. В учреждение уже частично завезено оборудование, активно ведутся отделочные работы. Все вопросы решаются, которые возникают. То есть проверяли, вот на таком ли уровне установлены раковины, да, это мы с вами уточняли вопросы. По раковинам, да, по раковинам было согласование. Активно идут работы и на прилегающей территории. Уже возведена часть архитектурных форм, засыпаны песочницы, которые находятся на уровне покрытия площадки. Целесообразность такого решения вызвала у Валерия Венцеля сомнения. После дождя там будет скапливаться вода. И что с этим дальше делать? Большая, очень большая. Очень большая. Ну что, есть предложение меньше сделать? Будем согласовывать, да? Следующий объект, который посетил Валерий Венцель – строящаяся школа в микрорайоне Бутово-парк. Она будет рассчитана на более чем тысячу человек. Срок сдачи объекта – 2020 год. Сопровождающая главу, начальник отдела образования администрации Ленинского района Светлана Ломакова обратила внимание застройщика на необходимость учитывать мнение учителей при организации образовательного пространства. Приглашать людей и уже с ними обсуждать эту тему. Хорошо, да? Хорошо, чтобы их замечания учесть и устранить. Здесь же, в Бутово-парке, глава посетил стройку поликлиники, которая будет рассчитана на более чем 800 посещений в смену. Ее сдача планируется в конце 2019 года. Такой объект особенно актуален для жителей микрорайона. Представители застройщика рассказали о ходе стройки и закупке необходимого оборудования. Два раза включили с посвящиками, аванс оплатили. Рентгены, КТ, все будет, да? Присутствуют рентгены, да, флюорографию будем выполнять, дентальная, мамология. Хирурги будут присутствовать, гастроэнтерологи. В заключении рабочей поездки глава познакомился с планами по возведению в микрорайоне Бутово-парк новой парковки, пока она находится на стадии оформления необходимой документации. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.